Подкормка и удобрение для свеклы. Хороший урожай корнеплодов выращивают при условии правильной подкормки свеклы в открытом грунте. Учитывая, что в разные периоды роста и развития культура нуждается в определенных микро- и макроэлементах. Буряк берет питательные вещества из органических и минеральных удобрений, вносимых в землю или при опрыскивании. Требования к питательности почвы. Корнеплоды свеклы успешно растят на рыхлой земле с нейтральной кислотностью. Тяжелые глиноземы и черноземы разбавляют частью песчаного грунта, чтобы сделать структуру почвы более легкой. С этой целью применяют и внесение на грядку некислого торфа. Участок под посадку свеклы выбирает тот, где выращивались баклажаны, перец, картофель. Высадку этих культур традиционно проводят на почву, богатую органикой, которую заправляют осенью. За год навоз и перегной успевает разложиться, остаются вещества, пригодные для столовых корнеплодов. Свежая органика, в которой много азота не пойдет на пользу свекли, вызовет лишь бурный рост ботвы. Это ценная информация для начинающих дачников, которые часто задаются вопросами, любят ли свекла навоз, можно ли ее семена сажать. На перегной и чем подкормить свеклу. Подкормка и удобрение для свеклы – дополнительная информация. Внесение свежего перегноя и навоза является причиной разветвления корнеплодов и понижает вкусовые свойства свеклы. Особенности удобрения свеклы. Культура созревает длительное время и требует различные питательные вещества при развитии. Опытные огородники узнают какого элемента не хватает растению по его внешнему виду и определяют, чем удобрять свеклу при выращивании. Потребности свекольной культуры в удобрениях на один квартал. М расходует по 20 грамм карбамида или аммиачной селитры, сульфата аммония, двойного суперфосфата, 30 грамм хлористого калия или сернокислого калия. Удобрение для свеклы, когда вносить подкормки. Планируя, чем удобрить свеклу, овощеводы подкармливают растения по фазам его развития. Даже если посадить корнеплоды на богатой почве, рекомендуется подкармливать свеклу два раза за вегетацию. В первую подкормку включают препараты с азотом для развития ботвы и укрепления корней. Вторую – фосфором и калием проводят летом, когда начинают расти и создавать форму корнеплоды. Дату можно определить, увидев, что листья соседних растений смыкаются. Прекращают удобрения за месяц до выкапывания свеклы. Важно! Любое удобрение для свеклы вносят в бороздки возле рядов, отступив 10 сантиметров. Варианты начальных подкормок. Выбирают из таких удобрений, решая в июне, чем быстро подкармливать свеклу. В начале развития дачники используют растворы 15 грамм. Натриевые или аммиачные селитры или мочевины вместе с 15 грамм. Сульфата калия и суперфосфата на 5 литров. Этот объем расходует на 5 метров бороздок. Вместо химпрепаратов применяют раствор коровяка 1-5. Жидкостью поливают бороздки, которые надо сделать между рядами. Любую органику при поливе в бороздке расходуют по 1 литр настоя на 1 погонный метр. Также эффективный настой птичьего помета, какой готовится в течение 70 дней. Полтора килограмма вещества кладут в ведро воды для брожения. Одну часть настоя разводят в 15 частях воды и поливают в бороздках между рядами свеклы, у которой развивается 3-4 листок. В фазе 2 листков вместе с настоем зеленых сорняков вносят обычную поваренную соль с интервалом 10 дней. В большой емкости 2 ведра измельченной зеленой массы заливают 10 литров воды, накрывают и настаивают 12-14 дней. Настой разводят в воде в пропорции час 10 минут, расходуют на 1 квартал. М-ведро средства. Также в это время применяют хитроумный способ, чем поливать свеклу, чтобы была сладкая. В ведре воды растворяют 20 грамм соли и поливают ряды, внося таким образом необходимый корнеплодом натрий. Нехватка этого элемента – причина невкусной столовой свеклы. Если почва богата натрием, корнеплоды сладкие. Вот зачем свеклу поливают соленой водой 2-3 раза за период развития. Подкормка свеклы в открытом грунте поддержка корнеплодом. На июль планируют чем подкормить свеклу для роста корнеплодов, органик или минералами, раствором аммиачной селитры и сульфата. Калия по чайной ложке на 1 квартал. М-рассыпая гранулы в бороздки и проведя затем обильный полив. Используй также нитрофоску, нитроомофоску и другие минеральные комплексы. Или настоем птичьего помета, разведенным час 15 минут, в котором присутствует кроме азота, фосфор и калий. Август – время завершения формирования корнеплодов отвечает на вопрос, любят ли свекла золу. Химические калийные препараты нежелательны. Чаще применяют домашнюю заготовку, собранную после костра, древесную золу, чтобы было чем подкармливать свеклу и другие растения. Готовят настой час 10 минут. Золу кладут в емкость и заливают теплой водой. Поливают после остывания раствора. Секрет огородников – как вырастить сладкую свеклу, состоит в применении соли для удобрения. Начало августа – время второй подкормки солью, которую можно просто рассыпать по грядке. На 1 квадратный метр – 1 столовая ложка. Затем участок обильно поливают, чтобы кристаллы растаяли. После процедуры уже не возникнет недоумения, почему свекла врастает не сладкая. Обратите внимание, основным правилом в агротехнике удобрения любым препаратом является обильный полив после внесения подкормки, в том числе и в жидкой форме. В некорневой подкормке, в опрыскивании растений удобрительными веществами есть свои преимущества. Прежде всего, средство попадает на листья и быстро проникает в сосуды. Впитывание нужных минералов положительно сказывается на развитии. Такие процедуры выполняют по уже формирующимся корнеплодам, корешки которых легко поранить при создании бороздок. В некорневая подкормка Обратите внимание, в некорневая подкормка свеклы обычно включает применение борной кислоты, мочевины и марганцовки, хотя диапазон препаратов используемых для опрыскивания значительно шире, в том числе кровяк, травяной настой и другие в литре воды разводят 1-2 грамма борной кислоты. Готовый раствор выливают в ведро воды и обрабатывают свеклу. К такому раствору одновременно добавляют 1-2 грамма перманганата калия. Препараты защищают растения от грибков и обогащают питательными веществами. Мочевина карбамид поддерживает свеклу азотистыми соединениями. Препараты заливают теплой водой 10 грамм. На 5 листов надо настоять полчаса и еще раз колотить и слить в баллон для распыления. На заметку, все внекорневые подкормки проводят вечером, чтобы капельки не превратились в линзы подсолнечными лучами и не повредили листья ожогами. Удобрение дрожжами Известное средство из копилки народного опыта подкормки дрожжами, которые проводят трижды за лето через три недели. Разводят 100 грамм прессованных дрожжей в 0,5 литра теплой воды, настой растворят час-10 минут. Поливают борозки по 1 литр на метр. Удобрение для свеклы помогает вырастить качественный урожай. Своевременное внесение необходимых веществ стимулирует развитие растений, правильное создание корнеплодов, приобретение сортовых свойств. Каждый огородник выбирает доступную эффективную подкормку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова